У нас 8 км А вот мужик преснутый говорил Дождь выстроил стены воды Вот оно Закрытые дома, хоть я был чьим-то следы Что из здания? Мне хотелось дышать, дышать во всю кровь Ну вот и настал последний день нашей поездки Погода такая же, как и в первый день Но ничего, в общем, все нормально Отпуск кончается, поехали А сегодня мы отправляемся в другую сторону А именно в Зареченскую часть города Из центра Кинишмы По Никольскому мосту Через речку Кинишенко На высокий холм Где располагается храмовый комплекс Церкви Успения Рождества Христова А также много чего еще интересного Ну, давайте все по порядку Ну вот, выбрали мы с тобой самый дождик Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе А не берусь судить, но по-моему это самый старый храм в Кинишме История храма «Преображение Господне» Относится к 1453 году Этим годом датируется основание монастыря некогда располагавшегося на этом месте А здание церкви, сохранившееся до наших дней тоже достаточно древнее Годом его строительством называют 1705 А в начале Екатеринической эпохи обитель закрыли А Свято-Преображенский храм стал приходским Дальше всего по стандарту В 1920 году приход был закрыт Субтитры создавал DimaTorzok 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 Обе церкви построены на средству прихожан В 1747 году церковь Успения А поставленная на месте деревянного храма на кладбище А в 1754 году Зимняя церковь Рождества Христова Которая расположена Ближе к Волге Оба храма сооружены из Кирпича, стены оштукатурены И побелины Вот это огромное здание – мукомольный завод Построенный в советское время В 50-е годы А издалека очень сильно напоминает Готический древний замок Но сейчас тут уже руина Ничего нету, все развалилось Но, говорят, построили новый Никольский мост соединяет берега реки Кенишемке Он может похвастаться более древней историей, чем его величественный брат Называемый по имени города А сначала переправа была деревянной Существовала с конца 19-го века А на рубеже 50-х-60-х годов А на том же месте Появилось сооружение, построенное По примеру Эйфелевых мостов С архитектурной точки зрения Никольский мост выглядит очень эффектно А дополняя прекрасный речной пейзаж Такой же мост, только очень большой Мы проезжали по трассе Колы, когда ездили в Мурманск Очень красиво смотрится Раз мы заговорили про Никольский мост То пару слов про Кенишемский Это единственный мост, соединяющий Кенишму с левым берегом Волги Следующий мост, если брать в сторону Ярославля Находится в Костроме А в сторону Нижнего Новгорода Уже за Горьковским водохранилищем А в городе Городец Это примерно в 40 километрах от Нижнего Новгорода Там, где вода Рисует на земле круги Ты слышишь, слышишь шаги Идет дождь Ну, вот сейчас вот эти наши там и следующие Я на лодочке плыву По реке широкой На далеком берегу Домик одинокий Словно дальняя звезда В нем окошко светит Кто устанет, пусть туда Отдохнуть заедет Огонечек дорогой Хорошо ты светишь Без тебя во тьме ночной Берег не заметишь А я дальше поплыву И назад не гляну Как-нибудь тебя найду Когда плыть устану Возьмите ВСК Что нужно Так,ливо Но сюда Загрузку А я за кого Оконresso Все пиццы Вам halten Чтобы А для этого Есть Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok